Добрый день всем! Спасибо, что присоединились к нашему вебинару. Меня зовут Ольга. Я буду модератором этого мероприятия, работаю рекьютером в компании Parxel. Мы будем в эфире примерно час, и за это время наши эксперты клинического программирования и биостатистики в России представят обзор по двум темам. Денис расскажет о R-Inregulated Environment. Он директор одного из наших отделов клинического, одного из наших отделов, и Дмитрий расскажет о C-Disk Library API. Значит, в конце нашего вебинара последует сессия вопросов и ответов. Если у вас будут возникать какие-то вопросы во время презентации, вы их отправляйте в предоставленном окне чата, и на них будут даны ответы во время этой сессии. Также хочу вам сказать о том, что вебинар будет записан. Вы получите его по ссылочке, по почте. Так у вас будет возможность вернуться к полезному материалу, а также тем участникам, которые должны будут отлучиться или не смогли присоединиться. У них также будет возможность посмотреть наш вебинар. Сейчас я бы хотела передать слово нашему первому докладчику, Сырову Денису. Как я уже сказала, он является директором одного из наших отделов Проксель. Он раскроет первую тему нашего семинара. Спасибо. Так, Денис, слово. Можете мне, пожалуйста, контроль еще над экраном передать? Спасибо большое. Я прошарил экран. Вы должны видеть тоже слайд, на котором закончил Ольга. Спасибо большое за представление. Спасибо, что вы пришли на вебинар. И, как Ольга сказала, что если у вас есть какие-то вопросы по ходу, пожалуйста, пишите их в чат. На сессию Кей мы пройдемся по всем вопросам и постараемся ответить на все, что будет. Если что-то возникнет после семинара и захочется обсудить какие-то моменты из презентации или какие-то открытые вопросы, которые не освещались, но интересно было бы обсудить в контексте темы, то в конце будут контакты, и вы можете написать по почте вопросы. Мы можем попробовать обсудить, если тема вам действительно интересно и как-то вы хотите применить ее в работе. Тема, про которую я хочу поговорить, это AIR в зарегулируемой среде. Какое-то время назад мы завалидировали AIR для использования в Production Environment в Прексель. И это было довольно сложно и интересно. И что мы заметили в процессе, это то, что нет каких-то мануалов, которые расскажут, как вам начать, откуда начать, как делать. И все это нужно собирать по кусочкам. Нужно довольно много информации, довольно много опыта, чтобы все начать использовать AIR для анализов, по крайней мере для анализов, которые вы хотите использовать в Production. И в целом я хотел бы поделиться высокоуровнево, ну вот какими-то вехами из процесса валидации и обратить на какие-то вещи внимание. В целом начать хочется вообще в целом с того, зачем нужно эту валидацию делать, какие к ней требования. В целом интуитивно понятно, что клинические исследования – это довольно сильно зарегулированная среда. И причины этого как бы тоже понятно, что так как индустрия имеет дело с здоровьем людей, как тех, кто вовлечен в эти клинические исследования, потому что они напрямую подвергаются какому-то воздействию в процессе исследований, так и в результате принятия решений можете представить себе, мне кажется, в статистике это суперклассическая картинка, квадрат 2 на 2, где есть теоретическая какая-то величина, практическая, про правду и неправду, и что вы можете принимать как бы правильные решения, и это правильно в жизни, и неправильные решения – это неправильно в жизни, и решения, которые правильные в теории, но в жизни неправильные, и наоборот. И в идеальном мире хочется всегда быть только на диагонали этого квадрата, то есть принимать решения, и когда терапия эффективна, показывать, что она эффективна, когда она неэффективна, показывать, что она неэффективна. В целом, понятно, что чтобы это делать, нужно довольно много всего по пути, чтобы провести правильное клиническое испытание и получить правильный результат, на основании которых принимать решения. В частности, тоже довольно интуитивным должно быть, что если у вас есть все идеально правильное, отличные процессы, отличная логика, отличные профессионалы, которые вам спланируют все и сделают, и при этом у вас неправильно работающий софт, то если все-все-все правильное и у вас есть программа, которую вы думаете, что посчитает 1 плюс 1, и это будет равно 2, а она на самом деле вернет 3, то без этого правильное решение будет не принять. Поэтому одна из важных компонент в процессе производства правильных анализов для правильного принятия решений – это софт, который используется, должен быть завалидирован. Сложный момент в том, что что означает быть завалидированным для софта, нигде четко не описано. Поэтому есть довольно много документов, которые описывают какие-то свойства, что означает для софта быть завалидированным. Но каждая организация должна иметь некий набор процессов, чтобы это сделать и требований. Поэтому в целом, если вы захотите повторить на практике то, что я сейчас буду рассказывать, показывать в теории, то у вас должен быть некий набор точных определений процессов, как определить, что означает завалидированный и в целом процесс, как это все организовывать. В этом смысле статистический софт, который делает анализ, он является неким черным ящиком, что он берет что-то на вход и выдает что-то на выходе. И процесс валидации, по сути, это некий процесс проверки, который скажет, что то, что считается, оно с хорошей вероятностью будет правильным. На этом слайде есть… Сейчас, извините, шаг назад еще хочу сделать. В конце слайдов будут ссылки на документы, которые использовались в целом в том процессе, который мы организовывали для валидации. И все материалы, которые в этих слайдах, они так или иначе поддержаны теми материалами. Поэтому, если вам что-то будет интересно с большим количеством деталей, то вы можете по тем ссылкам найти все, что вас интересует. Важный момент, что FDA как регулятор не требует использования какого-то конкретного софта. И важно, по сути, вот это свойство валидации, которое выражается в том, что должна быть задокументирована некий эвиденс, что с высокой долей вероятности результаты, которые производятся, они правильные. Поэтому, в конечном счете, вот этот процесс валидации, он сводится к тому, что нужно оценить риски того, что пойдет не так, провести некое тестирование, которое покажет, что все идет нормально, и после этого можно софт это как-то применять. Документов, которые так или иначе описывают те свойства, которые ожидаются от валидации, их довольно много, поэтому, в целом, если вы… Если захотите провести вот этот процесс валидации для ER или для какого-то другого софта, то это, в целом, процесс будет вовлекать в себя довольно много специалистов из области, в частности, людей, которые отвечают за quality в нашей компании. Так, в целом, это было некое общее введение в валидацию. Теперь я хочу сказать пару слов про ER, почему вообще речь про него. Мне кажется, в последнее время довольно модно говорить про ER, и много про него говорят в индустрии, что было бы здорово его использовать. И это, в целом, некая summary, почему это так, что ER – это язык и среда для статистических вычислений и производства графики. В нем реализовано очень много методов статистики, визуализации, и не только, то есть в нем просто очень много всего. И это, собственно, одна из сильных сторон ER, что в нем очень много инструментов, и они доступны фактически за бесплатно, если вы можете эффективно начать их использовать. Он бесплатен, как язык, то есть его можно взять и начать использовать, если вы понимаете, как это сделать, и если можете показать, что он работает правильно в вашей инфраструктуре. Доступен он для довольно широкого ряда операционных систем. Фактически это более-менее все, про что можно подумать. Это Unix, Mac OS и Windows. У ER – огромное сообщество активных пользователей, где есть эксперты просто самых разных уровней. И это очень здорово, потому что если вы начнете использовать ER, у вас будут возникать какие-то вопросы, то очень много мест, где можно найти помощь. То есть это не завязка на некий узкий круг людей, которые эксперты, а фактически сообщество ER расчисляется сотнями тысяч активных пользователей, поэтому он просто обладает огромным живым сообществом. И у ER есть огромные объемы опубликованного еще как один плюс бесплатного и доступного кода, которые, если понимать как, то можно использовать, и это тоже довольно-довольно сильно может ускорить и сделать более эффективными какие-то процессы, с которыми вы работаете. Немного более конкретная реклама ER. Если говорить про код и про объемы этого доступного кода, то единицей, не знаю, как сказать это по-русски, shareable code, то есть коды, которые можно передавать от пользователя к пользователю в ER является пакет. И один из самых популярных репозиториев ER – это CRAN, Comprehensive R Network, на данный момент содержит порядка 17,5 тысяч пакетов, что просто огромно. То есть в терминах SAS это можно перевести как, если бы у вас был некий контейнер в интернете, в котором было бы порядка 17,5 тысяч сложных макросов, с оговоркой, что они могут быть разного качества, относиться к каким-то инструментам, к статистике, еще к чему-то, но это просто, если понимать, как это использовать, то это просто огромная база кода, которая просто очень сильно может расширить возможности вычислений и того, что вы считаете внутри вашего отдела или компании. То есть это просто очень много и очень круто. Еще немного деталей по конкретным инструментам. Для ER в частности доступны бесплатно и небесплатно разные IDE, то есть Interactive Development Environment, среды для разработки. Их точно сильно больше, чем для SAS. И, к примеру, ER Studio – отличная IDE, которая доступна и платно, и бесплатно для десктопа, и для сервера, и комьюнити-версия, и интерпрайз-версия, что называется на любой вкус кошелек. И она позволяет делать очень много всего, очень удобное и прям очень классное. То есть получилось, что я немножко порекламировал в ER Studio еще. То есть посыл, что ER не инструмент сам по себе, а за счет того, что он open source и имеет очень широкое, очень большое комьюнити-сообщество, то к нему очень много инструментов, которые платные и бесплатные, и очень много инструментов с хорошим качеством. И есть пакеты в ER, которые тоже применяются во всем мире, имеют общемировую известность. Например, там есть софт, который называется Shiny, который можно совместить с ER, и он позволяет делать интерактивные сервисы, сайты, которые позволяют в интерактивном режиме создавать репорты, таблички, графики и привязывать это как-то к данным. То есть это очень классное дополнение просто к языку программирования. То есть это можно придумать, как применять для разных отделов, для медиков, для еще кого-нибудь, кому нужны, но вот какие-то репорты, привязанные к данным быстро. Там есть отличный набор пакетов Tidyverse, который покрывает просто очень много всего. Фактически это набор инструментов для анализа данных, который написан тоже всемирно известными экспертами, который прошел тестирование, имеет отличную документацию, огромное количество пользователей. То есть это просто супер отличные инструменты, которые просто интерпрайс уровня. Есть инструменты для юнит-тестирования фактически, для дальнейшей какой-то валидации того, что вы будете разрабатывать. Есть инструменты для разработки пакетов, которые сильно упрощают разработку кода и возможности его передачи между пользователями. И еще важное дополнение для клинических исследований, что там есть огромное количество статистических методов, которые, как мне кажется, когда сейчас пишется какая-то новая статья, разрабатывается какой-то новый метод, то хорошая практика – это написать некий пакет на R, который потом выкладывается на кран или на GitHub или на биокондактор или еще куда-то и становится доступным для пользователей. Поэтому поговорка, что они могут быть разного качества, работать правильно или неправильно, но опять если иметь некий фреймворк, как это использовать, то это очень сильно может расширить тулбокс организации и возможности применять это все и быть более эффективными, экономить время на всем. Дальше некий общий план валидации, который высокоуровнево описывает просто шаги, которые мы делали и которые кажутся просто разумным из общих соображений. Первое – это очень важно определить, как вы планируете использовать R как систему. То есть вы можете использовать его для продакшн-результатов, то есть для вещей, которые пойдут в итоге в подачу и для них нужно делать нормальную валидацию и быть в согласии со всеми документами регулятора, куда вы планируете это все подавать. Его можно использовать не в продакшне, это могут быть какие-то вспомогательные инструменты для задач просто внутри вашего отдела, как пример это может быть ресурсинг или визуализация каких-то диаграмм по отделу, по людям, по файлам, по чему угодно. То есть в целом можно придумать кучу задач, где он может быть полезным, и фактически это просто язык программирования, но в контексте сказанного до этого про огромную кучу инструментов, которые доступны с крана и фактически бесплатные, и интерпрайс уровни, это просто может увеличить эффективность ваших каких-то задач. Поэтому нужно определить юзкейсы, для которых вы планируете использовать R и, соответственно, определить, насколько серьезной должна быть вот эта валидация и нужна ли она вообще. Потому что если результаты не продакшна и штрафа за ошибку нет, то, возможно, ничего страшного, если он не будет валидирован совсем. Это может сильно сэкономить вам время, но если вы планируете использовать его в продакшне, то нужно пройти через все остальное. После определения юзкейсов, как вы планируете его использовать, нужно определить связи с другими системами и жесткими, и мягкими, то есть с каким железом он используется, с какой операционной системой он используется, с какими другими компонентами ваша инфраструктура он взаимодействует, просто потому что, опять, в зависимости от юзкейсов, вам нужно проверять, что он работает правильно, и это чем более сложная ваша инфраструктура, чем с большим количеством компонентов взаимодействует R, тем больше нужно будет потратить времени и больше тестов провести, что все работает так, как вы ожидаете. Тоже хорошая вещь, про которую стоит подумать заранее, это как вы после того, как все вот это будет сделано, валидация, чтобы она не означала, будет проведена, если все будет нормально, как вы доставите R до конечного пользователя, и как вы будете переходить от версии к версии, и в целом расширять или, наоборот, сужать возможности использования. То есть это тоже имеет смысл продумывать с самого начала, потому что чем больше вещей, которые вы не запланируете, будет тем больше риск, что что-то пойдет не так, и опять это просто часть изначальной оценки рисков, которые нужно сделать при валидации. Потом тоже важный момент использования любой системы, в принципе, в клинических исследованиях, у вас должны быть стандартные процедуры, которые описывают, как тот или иной процесс устроен, чтобы все использовали его одинаково, поэтому нужно определить процессы, которые так или иначе будут задеты добавлением новой компоненты. В случае R, вероятно, это некие сопы по программированию таблиц листингов, графиков, датсетов, возможно, еще чего-то, и, возможно, какие-то дополнительные инструкции, которые к ним залинкованы. То есть нужно продумать, как вы будете расширять вот эти вещи тем, что туда добавится R, и, соответственно, сделать это в процессе планирования, а не пост-хок. После того, как вот это сделано, то есть проведена оценка рисков, определено, с чем R взаимодействует, вам нужно разработать стратегию по тестированию, то есть как гарантировать, что для тех случаев, для которых вы планируете использовать R, в той среде, в которой вы планируете использовать R, возможно, еще сговорка, что для тех юзкейсов, для которых вы планируете его использовать, он будет работать правильно. То есть в целом тут еще есть некий шаг планирования, когда вы должны определить, что и как вы будете тестировать и убедиться, что это соответствует вашей оценке рисков, и в каком-то смысле эти риски убирает, что в случае успешной валидации рисков нет, или они настолько минимальны, что им можно пренебречь. После этого эту стратегию нужно реализовать, и то, что тоже, мне кажется, важно понимать, это по пути могут возникать вещи, которые вы изначально не планировали, и под которые нужно будет приспосабливаться. К примеру, вы планировали, что R будет взаимодействовать с какой-то компонентой нормально, а он берет и не работает с ней. Поэтому в целом по пути нужно понимать, что тестирование – это неформальность, а это действительно проверка того, что в конечном результате тот софт, который вы используете, работает правильно в той среде, в которой вы планируете его использовать. Поэтому в целом нужно понимать, что вот это тестирование динамичное и не является формальностью. То есть по пути очень много всего может поменяться, и вы можете вернуться в самое начало и переработать вообще всю схему, если что-то пойдет не по плану. Дальше. Это, наверное, часть, относящаяся к СОПам. В целом вам нужно иметь некие процессы, как пользователи, которые будут использовать новую систему, в данном случае конкретно ER, будут ее использовать. И также люди, которые так или иначе занимаются разработкой вот этого окружения для ER, как они будут заниматься расширением, поддержкой, обновлением версий. То есть это тоже некий набор документации, который нужно разрабатывать в процессе планирования. Также по пути нужно разработать некий набор тренингов, чтобы было понятно тем, кто будет использовать ER, что он может, как его использовать, и чтобы они понимали, как эта система работает, как она устроена. После того, как все это сделано, если сделано успешно, то ER можно выпускать, и после этого остается процесс с поддержанием и расширением или сужением, если это нужно. Это просто некий высокоуровневый набор шагов. И дальше фокус на пункте подсвеченном синим, то есть фактически это определение стратегии валидации и, собственно, валидация. На этом слайде я добавил пару моментов, которые могут быть полезными для в целом планирования этой стратегии. То есть то, что важно понимать, это то, что ER open source, то есть у него есть код, который фактически и составляет весь этот ER, и он находится в общем доступе, то есть вы можете его в любой момент открыть, посмотреть. Он находится под контролем версии, то есть в любой момент вы понимаете, какая версия активна сейчас, какие версии были до этого, видны комментарии к релизам, и можно посмотреть разницу между этими версиями, что очень здорово и фактически делает ER прозрачным продуктом. То есть вы можете залезть в любую его компоненту и посмотреть, как оно работает, и убедиться, что это соответствует вашим ожиданиям или не соответствует. ER очень широко используется, то есть эту статистику можно найти каким-то образом, то есть есть прям сервисы, где можно посчитать, сколько людей используют тот или иной пакет или что-то еще, или там сколько скачиваний было. То есть можно посчитать количество пользователей, так или иначе использующих ER. Оговорка, что вы не знаете, для каких юзкейсов они это используют, вы не знаете, как они это используют. Но в целом это тоже важный компонент, что ER используется просто огромным количеством людей, и это так или иначе можно использовать в оценке рисков. То есть это не означает, что если все делают неправильно, и вы будете делать так же, что у вас будет правильно. Но это важный момент, который нужно использовать как стратегию валидации тоже. Тоже важный момент, который нужно понимать, что ER, ER урознь. То есть есть ER как среда, есть пакеты, которые могут так или иначе использоваться в этой среде. Поэтому какие-то компоненты могут быть очень качественными и отлично оттестированными, иметь хорошую документацию и быть под контролем версии. Какие-то компоненты и пакеты могут быть, мягко скажем, не очень. То есть в целом это тоже нужно понимать и свою стратегию, мне кажется, имеет смысл строить итеративно. То есть вначале создать некое валидированное ядро, которое потом можно будет расширять хорошими компонентами, не очень хорошими компонентами и как-то понимать, что из этих компонентов можно как использовать. То есть план должен быть итеративным. Дальше это чуть более детальный план по вот этому итеративному тестированию. То есть опять принимаю во внимание, что просто устанавливая чистый ER, он уже идет как среда для исполнения кода и в дополнение с некоторым набором пакетов, если я не ошибаюсь, их там порядка 30, плюс-минус парочка. Эти базовые пакеты, которые идут с начальной чистой установкой ER, называются base пакеты и recommended пакеты. И они как раз относятся к отличной части ER, которая хорошо задокументирована и интуитивно кажется естественным. И это, по крайней мере, то, что мы использовали в нашей стратегии валидации. Можно завалидировать вначале эту часть и потом можно расширять ее хорошими пакетами и не очень хорошими пакетами. И в целом для пакетов, которые хорошие, можно выбрать стратегию, что если выполняется некий набор свойств, то есть, скажем, тоже интуитивно должно быть понятным, что хороший пакет должен обладать свойством иметь хорошую документацию, быть оттестированным, потому что хорошая документация говорит о том, что там есть и как это можно использовать. Быть оттестированным означает, что разработчик софта тестировал свой софт и вы можете, опять, так как это все open source, вы можете отревью эти тесты и исполнить эти тесты и посмотреть, как оно все работает и устроено. Быть под контролем версии и желательно, чтобы это широко использовалось. То есть, в целом, это сводится, опять же, к оценке рисков того, что пакет или какая-то функциональность этого пакета работает правильно или неправильно. И вы можете для пакетов, которые хороши и с некоторой дополнительной проверкой, что вот все эти условия выполняются, и вы условно удовлетворены качеством вот этих свойств, для них можно просто проверить, что пакет нормально устанавливается, к примеру, отревьюить документацию, провести тестирование, и если все идет хорошо, то пакет в каком-то смысле очень похож на вот эту вот ядерную часть R. То есть, он просто хороший, хороший и определяется, как мы только что обсудили. В окружении можно добавлять плохие пакеты, плохие в том смысле, что они не обладают каким-то или, может быть, и всеми из вот этих свойств. Интуитивно понятно, что их нельзя просто взять и начать использовать в продакшн-окружении. Поэтому, в целом, наверное, как-то разумно их использовать можно, но нужно проводить довольно четкую границу между вот этими двумя случаями. И если вы захотите использовать пакеты, которые в смысле, в котором я описал, не являются хорошими, вам нужно дополнительно либо разработать стратегию, как их использовать, либо провести некую дополнительную работу, чтобы перевести их вот из этого состояния вот в это состояние. и есть какие-то половинчатые случаи, когда вроде как нормально, но как-то до конца не очень понятно, и можно какие-то гибридные подходы использовать. Так, сейчас, секунду. Дальше для проведения тестирования вот этой вот ядерной части можно использовать, и, по крайней мере, это тоже то, что мы сделали, есть документ, который был выпущен вот этой ядерной частью R-группы с описанием того, как R может вписаться в регулированную среду. То есть R как сообщество понимает, что в зарегулированной среде, в частности в клинических исследованиях, есть спрос на R, потому что он обладает свойствами, которые мы обсудили до этого. И в целом вот этот документ, он описывает стратегию, которую можно выбрать, и она тоже не описана четко, поэтому вам все равно надо будет ее как-то уточнить в вашем конкретном контексте. Но она описывает, как можно провести вот эту вот базовую Installation Qualification and Operational Qualification. То есть в целом здесь есть больше деталей, но если конкретно, там проводится некий justification того, что подход может иметь место. И описано, как в целом провести изначальное тестирование вот этого вот ядерного R. Плюс хотя бы рассмотреть вот этот вот документ и подход с тем IQOQ, который там предлагается, в том, что там есть огромный просто набор тестов, который доступен за бесплатно, который покрывает просто всю или практически всю функциональность из вот этого ядерного R. И эти тесты автоматические, то есть они могут исполняться автоматически, и вы можете сделать это практически за бесплатно в смысле ресурсов, времени и всего. Дальше, если вот этот процесс с автоматическим тестированием проходит успешно, имеет смысл оттестировать, в смысле разработать, написать некие тесты для юзкейсов, которые вы планируете использовать в окружении, которые вы рассматриваете для R, и как тоже помощь правной точки почти все компании, которые занимаются клиническими исследованиями, так или иначе используют или использовали SAS, и SAS должен был проходить через все вот эти вот круги валидации. Поэтому наверняка в вашей компании есть что-то, что использовалось для SAS, и это можно попытаться переиспользовать для ERP. В частности, вот User Acceptance Testing можно так или иначе попробовать переиспользовать SAS, то есть те же юзкейсы воспроизвести с помощью ERP. Если, соответственно, вот эти шаги будут успешные, и если вы принимаете вот эту стратегию валидации, то после этого у вас будет завалидированы базовые ERP и рекомендованные пакеты, которые идут вместе с базовой установкой. Дальше summary того, что было сделано у нас, то есть мы завалидировали дискотопную ERP для Windows, причина, почему это была дискотопная версия, потому что это было проще организовать в плане инфраструктуры и всего, это требует меньше усилий, и как дополнительный коммент, что все шаги, они могут быть переиспользованы в любой другой среде, поэтому фактически это было что-то типа песочницы, чтобы накопить опыта и сделать первоначальный шаг максимально простым, поэтому в целом это обоснование, почему первый ERP, который мы завалидировали, это был дискотоп ERP для Windows. Технические детали, как метод доставки ERP пользователям, у нас есть некий контейнер, из которого пользователи могут устанавливать софт, он был добавлен туда, то есть фактически мы тоже озаботились каким-то единообразным способом, чтобы все пользователи могли установить одну и ту же версию и делать это просто и единообразно. Дальше, после того, как ERP установлен, имеет смысл контролировать окружение, потому что пользователи могут использовать его очень-очень по-разному, и как часть вот этой проверки окружения на то, что оно каноничное в каком-то смысле, мы разработали стандартный скрипт, который просто является частью окружения, который проверяет, что окружение условно не отличается от того, что считается правильным окружением. Фактически это проверяет версию ERP, версию пакетов, которые используются, используются сами пакеты, которые используются, нет ли каких-то дополнений или различий. Если есть, то это просто создает ошибки, то есть в смысле рапортуется некая ошибка в лог, которая просто позволяет это отловить и поправить. Для пакетов, которые можно устанавливать дополнительно, чтобы контролировать процесс, мы создали кран-лайк репозиторий, который фактически то же самое, что и кран, только локальный на нашем сервере и сильно меньше, и где мы полностью можем контролировать, какие пакеты там есть и каких они версий, и обновлять их, когда мы хотим и готовы, и расширять их тоже тогда, когда мы хотим и готовы это делать. И проверки, которые делаются в плане версий и пакетов, они делаются, собственно, против вот этого репозитория. Сам репозиторий имеет смысл тоже контролировать, и как часть вот этого контроля мы использовали систему контроля версии SVN, Apache Subversion, и кроме того, что это позволяет контролировать изменения и видеть, когда они были сделаны, кем они были сделаны, и иметь возможность переходить между ними, дополнительно SVN позволяет создавать локальные рабочие копии, и так как R в нашем случае был десктоп для Windows, то SVN, в частности, позволяет создавать локальные рабочие копии на рабочих станциях пользователей, и это фактически позволяет устанавливать пакеты с десктопов пользователей, что просто сильно ускоряет процесс скачивания и установки, что просто дополнительно еще и удобно. И еще тоже, что, мне кажется, имеет смысл заметить, что, наверное, вы хотите контролировать, кто и когда меняет этот репозиторий, поэтому все пользователи в нашем случае имеют доступ при Донли к этому репозиторию, а маленькая группа пользователей, которых можно назвать админами, они могут, в частности, вносить изменения в этот репозиторий. Как планирование изменений и расширения окружения, наверное, в их полезно подумать, как вы этот репозиторий будете расширять, и в нашем случае мы проработали процесс расширения R хорошими и плохими пакетами, или можно называть их валидированными и невалидированными пакетами. Соответственно, пользователи могут просто запрашивать пакеты, если им чего-то не хватает, или обновление версии, это может сделать любой пользователь R, то есть он должен описать, что ему нужно, для каких целей ему это нужно. Соответственно, по вот этому описанию, как он планирует это использовать, можно описать, нужен ли пакет как валидированный или как невалидированный. В начале, ну и, соответственно, у вас должен быть некий фреймворк, как вы используете валидированные и невалидированные пакеты и контролируете, соответственно, что используется в продакшне. В начале все пакеты, которые мы добавляем, считаются невалидированными, И после прохождения валидации, смысл здесь в том, что их можно использовать в меньшем количестве юзкейсов, но зато это сильно быстрее, чем валидировать пакет. Поэтому какие-то базовые юзкейсы, которые не требуются для продакшена, их можно тестировать, по крайней мере, с какого-то более раннего шага. Поэтому вначале мы добавляем все пакеты как невалидированные, а потом после валидации, если она нужна, пакет меняет свой класс. И мы контролируем те пакеты, которые являются валидированными. Фактически есть явный список и есть некий инструмент, который с помощью парсинга программы или логов позволяет определить список пакетов, которые использовался. И как следствие, если там есть что-то, чего там быть не должно было, то это можно отловить и поправить. Дальше пара слов про дополнительные пакеты в плане валидации. То, что было сказано про базовый R, про base и recommended пакеты, то, что для условно хороших в каком-то смысле пакетов может быть достаточно installation, qualification, operational. и какого-то ревью, документации всего. Могут быть пакеты, и хорошим примером может послужить Tidyverse, которые обладают просто всеми свойствами, которые нужны для определения хорошего пакета. Поэтому, и тут тоже важно понимать, что это неформальность. То есть вы должны действительно отревьюить то, что вы планируете использовать в плане дополнительных пакетов, определить, является ли он хорошим или нет, провести некое тестирование, которое в случае хорошего пакета является просто частью этого пакета, что тесты включаются в пакет. И если все хорошо, то условно вы можете использовать этот пакет как валидированный и просто добавить его в свой тулбокс, который требует валидированного софта. Для пакетов, которые не могут быть отнесены к хорошим, мы разработали такой подход, что их можно оставлять как невалидированные и использовать только на одной стороне программирования, если вы используете двойное программирование, как проверку того, что результаты правильные. Аналогию с SAS можно провести, что это то же самое, что взять некий макрос из какой-то статьи, и это примерно то же самое, что если программист просто независимо написал метод, который реализует какую-то функциональность. То есть это может быть стат-метод или какой-то вспомогательный метод. И фактически, если есть пакеты, которые нельзя объявить валидированными, но вам нужна какая-то функциональность оттуда, если вы будете использовать ее только с одной стороны, это означает, что вы все еще можете использовать двойное программирование, и другая сторона должна быть независимой, и использовать только валидированные инструменты для проверки, и не использовать то, что не валидировано с той стороны. И это фактически в два раза уменьшает количество усилий, которые требуются для реализации этого метода. То есть вы можете подумать об этом, как нужно запрограммировать сложный статистический метод. Если вы будете делать это полностью с нуля и двумя независимых программистов, то одному потребуется время N и другому потребуется время N. Если у вас есть некий метод, который доступен, вы можете его использовать, то вы фактически просто из двух N с точки зрения усилий переходите к одному N, что просто само по себе классно. Поэтому даже невалидированные пакеты можно использовать разумно и использовать просто двойное программирование, как метод проверки, что все правильно. Оговорка, что одна из сторон должна использовать только валидированные инструменты. И второй подход, который может использоваться, вы можете завалидировать пакет либо полностью, что, наверное, будет очень сложно и трудоемко, или частично, то есть ту часть, которая представляет для вас интерес. То есть вы можете выделить там набор функций и, возможно, под набор параметров этих функций, которые представляют для вас интерес. Вы можете создать некий пакет-обертку или в терминах SAS вы можете подумать об аналогии, написать некий макрос, в котором будет вызываться тот макрос, который невалидированный, и вызывать его только с одним параметром вместо десяти и проверять только один конкретный какой-то кейс вместо ста возможных. И для пользователя сделать доступным только вот этот один кейс. Это будет сильно проще в терминах валидации, то есть вы будете проверять только ту функциональность, которая нужна. И вот этот пакет-обертку вы можете уже сделать доступным пользователям как валидированный пакет. То есть оговорка, что вам нужно его отревьюить, опять создать документацию, создать контроль версии, тестировать. Но если вы можете это сделать, то вы можете фактически валидировать либо пакеты целиком, либо подчасти. Подчасти можно валидировать вот таким вот подходом. Дальше, мне кажется, прокрутя вот это вот все в голове, важный момент, который точно стоит обдумать, это хотите ли вы валидировать R самостоятельно или пойти к какому-то вендору. Потому что точно есть некие компании, которые предоставляют сервисы по валидации и поддержанию R. Плюсы и минусы, которые я хотел упомянуть, это если вы решите делать это in-house или частично in-house, то по пути вы наберете очень много знаний и опыта, и это очень сильно укрепит вашу группу в плане технических навыков и понимания процесса. Если это все сделает внешний вендор, поэтому это просто по пути даст очень много материалов для изучения и научит вас многому. Дальше, если та команда, которая будет заниматься этим эффективно и делает только то, что нужно, то это будет происходить быстро и эффективно. То есть если процесс организован по уму, то вот эта разработка in-house, она будет просто заточена под вашу конкретную организацию, под ваши конкретные цели, это будет быстрее и более таргетировано под ваши нужды. Дальше, ну это собственно то, что я сказал здесь, минусы работы in-house, что так как нужно время и знания для этого, то у вас могут появиться какие-то узкие места, которые заранее может быть сложно предсказать. То есть важно понимать, что если вы делаете это in-house, то вам нужна некая группа, которая будет заниматься этой задачей и дальше будет заниматься поддержанием его и так или иначе взаимодействовать с пользователями. Поэтому вот это вот то, что нужно планировать с самого начала, что если кто-то выпадет из процесса, то это может довольно сильно повлиять на результат. Вот. Поэтому, принимая во внимание вот эту вот всю цепочку, что она сложная, важно принять вот это решение, но если вы будете планировать задачи in-house, то я старался вот осветить какие-то моменты, которые кажутся полезными, по крайней мере, высокоуровнево. И вот этот слайд содержит ссылки, которые, на мой взгляд, очень полезны, если вы решите так или иначе быть вовлеченными в валидацию полностью или in-house. Вот. Ой. Так. Дальше это все, что я хотел сказать про R. Я еще раз хочу напомнить, что вы можете задавать вопросы в чат. Если есть что-то интересное, я передаю слово Дмитрию и... Да, спасибо, Денис. Спасибо, Денис. Очень подробная, интересная информация. Даже я для себя, совершенно далеко от программирования, отметила очень много интересных вещей. Спасибо большое. Тогда слово передается Дмитрию. И как вы уже знаете, наше время ограничено, но мы обязательно сможем ответить на ваши вопросы, которые не успеем, например, сегодня осветить, уже тогда в фоллоуап-эмейле. Поэтому, если у кого-то возникают вопросы, пишите их. Мы обязательно на них вам ответим. Дмитрий, вам слово. Всем привет. Спасибо за то, что вы присоединились к нашей конференции или вебинару, точнее. И я расскажу про CDS Clibber API. Ну, может быть, пару слов о себе. Я, Дмитрий, я работаю в Прокселе уже с далекого седьмого года. И в том числе, вот, наверное, хорошая вещь в Прокселе, я думаю, что наше начальство одобряет участие в всяких рабочих группах типа CDSK. Если вы работаете в этой области, вы наверняка слышали про CDSK. Это организация, которая разрабатывает стандарты. И сегодня я хочу рассказать конкретно про некую новую, некий новый сервис. Ну, как новый. Он появился в 2018-2019 году, но CDSK его сейчас активно развивает, который называется CDSK Library API. Собственно говоря, в презентации... Ой, у меня мышка, а нет, она заработала. В презентации я сегодня расскажу вам немного про то, что такое CDSK Library API, а также про инструменты для работы с этим самым API. Ну, вначале про API. CDSK, он появился в далеком 97-м, наверное, году. И вообще это появилось как некая волонтерская группа, но она росла. И сейчас это уже достаточно крупная организация, которая разрабатывает огромное количество стандартов. Я думаю, если в нашей индустрии кто-нибудь вам скажет, что он знает все CD-стандарты, то вы смело можете утверждать, что этот человек ничего не знает. Потому что я бы сказал, что с большой долей вероятности практически никто не знает все CD-стандарты очень хорошо. Так как их огромное количество, и действительно они очень обширны и не сложны, но просто действительно их много, и они описывают очень много разнообразных аспектов нашей работы. Наверное, те, кто работают в нашей индустрии, конкретно наше, дело больше сосредоточено на ADM и SDTM задачах. Мы также используем некие другие стандарты, вроде define.xml и тому подобного. Но в любом случае это некий сабсет этих стандартов. И поэтому их огромное количество. И раньше, точнее даже это все еще сейчас, мы получаем информацию о этих стандартах, читая PDF-файлы. Вот, например, SDTM.j3.3, по-моему, CD-диск выпустил в качестве HTML-файла. Но сейчас у CD-диска есть Confluence Wiki, на которую они тоже начинают выкладывать стандарты. То есть, например, define.xml 2.1, он появился уже на Wiki в виде страниц, что тоже, в принципе, удобно, удобнее, чем PDF. Но также CD-диск сделал вот эту вещь, CD-диск library API. И смысл вообще, общий посыл этой библиотеки в том, чтобы предоставлять все CD-диск стандарты через этот протокол, не протокол, интерфейс, который будет позволять людям получать, не только людям читать эту информацию, работать с этой информацией, но также программно ее обрабатывать. То есть, плюсы этой CD-диск library API, наверное, в том, что все в ней структурировано. То есть, у вас четкая структура для каждого стандарта. И также у вас есть связь между этими стандартами. То есть, образно говоря, в PDF-файле у вас есть ссылка на некий кодлист, но вы не знаете, какой это... Ну, вы можете найти какой-то кодлист, но чтобы найти, вам надо вначале найти нужную контрольную термологию, взять какую-то версию и вытащить из нее этот кодлист. А CD-диск library API позволяет это сделать прямо... Ну, как бы в ней эта информация уже есть. То есть, в ней вы можете просто по ссылке сразу же получить нужный кодлист, работать с ним. То есть, наверное, одна из важных вещей и отличий в CD-диск library API от стандартов, это то, что там все взаимосвязано. Ну, и вот я тут привел такую очень простенькую диаграмму о том, что вот мы со стороны CD-диска, там есть стандарты, там есть контрольная термология, там есть много других вещей, и все это проходит через CD-диск library API и используется для абсолютно разных нужд. То есть, это может быть наши программы, которые мы делаем, это могут быть некие аппликейшны, приложения для ревью, это может быть валидация и много-много других инструментов. То есть, в принципе, наверное, я даже чуть позже хотел показать слайд, где можно это использовать. Но CD-диск, как я уже говорил, с 97-го года разрабатывает эти стандарты, и все это сразу предоставить в таком виде было бы очень сложно. Поэтому CD-диск лишь понемногу добавляет стандарты и делает их доступными через CD-диск library. Опять же, вот общая тенденция, общий посыл в том, чтобы сделать все стандарты, абсолютно все стандарты доступными и распространяемыми через этот API. Сейчас вы можете найти foundational standards, так называемые, то есть, причем это нормативная часть этих стандартов. Под нормативной частью понимаются переменные, списки переменных, атрибуты переменных, их типы, то есть вот эта вещь. А всякие описания с примерами – это не нормативная часть, и она, пока ее нету в API, но в CD-диск library API, но со временем она там появится. Также сейчас есть контрольная технология, то есть CD-диск вместе с National Cancer Institute разрабатывает контрольную технологию уже очень-очень много лет, и вот эта информация тоже доступна через CD-диск library API. Ну, я здесь также скопировал из презентации самого CD-диска вот этот слайд, который показывает планы развития CD-диск library. То есть на данный момент, видите, включено достаточно мало. На данный момент есть фундаментальные стандарты и контрольная технология. А в планах у них добавить значительно больше. Есть некий проект CD-диск 360, и этот проект связан с end-to-end, так называемым направлением, когда вы сможете делать и TLF с помощью CD-диск стандартов. Собственно говоря, тут они тоже очень многое хотят поддерживать через CD-диск library, и делая CD-диск 360, они уже делают все это с пониманием того, что они все это добавляют в CD-диск library API. Поэтому я думаю, что CD-диск 360 будет куда более пригоден для работы через CD-диск library. Хотя, в принципе, и фундаментальные стандарты тоже уже можно прекрасно использовать. И вот для меня особенно интересна вот эта часть informative content. Это как раз все то, что ненормативно. То есть это все примеры, это все описания, которые тоже планируется добавить в CD-диск library. Ну, этот слайд я взял с 2019 года, если я не ошибаюсь. Нет, с 2020 года, с презентации. В принципе, с того времени CD-диск library уже добавились некоторые дополнительные вещи. То есть сейчас у них там есть драфт стандарты, у них появились дифы. То есть она растет, и CD-диск действительно делает достаточно большую ставку на этот стандарт. Хорошо, у нас не так много времени, поэтому давайте я буду очень коротко рассказывать некоторые слайды. То есть тут я хотел показать, для чего можно использовать CD-диск library. Потому что если вам дать CD-диск library и сказать, вот, вот, это замена стандартам, то вы скажете, что за чушь. Так как читать стандарты через CD-диск library, просто делая запросы к API, ну, невозможно. Ну, как, возможно, но абсолютно неудобно. То есть для людей куда удобнее читать что-то подготовленное. Но факт в том, что API дает возможность делать эту документацию. И я вот покажу чуть позже инструменты, которые используют CD-диск library API. И, в принципе, немалая часть этих инструментов, она именно о том, чтобы представлять стандарты в каком-то другом виде. То есть сейчас у нас только PDF, а с помощью CD-диск library API можно делать абсолютно разные способы просмотра этих стандартов. Потом также немаловажная вещь – это то, что вы можете использовать эти стандарты как репозитории для метаданных. То есть, ну, вот мы пишем спеки, к примеру, и очень часто, ну, мы пишем их обычно в соответствии с CD-диск стандартом неким, там, ADM-IG или STM-IG, и, соответственно, мы берем переменные из этих стандартов. Так вот, API позволяет напрямую брать переменные прямо из них. Ну, и третий вариант, который, опять же, это не значит, что это вот весь список, это лишь что я вижу, можно использовать для валидации. То есть CD-диск library предоставляет вам всю информацию и даже правила, то есть CD-диск, он работает над правилами, есть команды, которые разрабатывают правила для соответствующих стандартов, и планируется, что все правила точно так же будут доступны через CD-диск library API. Пару слов о доступе. Вот, наверное, одна из самых сложных вещей – это ограниченный доступ. Ну, не ограниченный доступ. Одним словом, чтобы вам иметь доступ к CD-диск library API, вам нужен API-ключ. И вот тут встает проблема, потому что большинство компаний, ну, не большинство компаний, я не знаю, по Excel, например, он является платином мембера. Если вы работаете в какой-то иностранной компании, то вы, скорее всего, тоже являетесь, ваша компания является неким либо gold, либо платином мембер в CD-диске, и у вас есть возможность использовать этот ключ. Но проблема в том, что CD-диск… Вот мы можем на CD-диск сайт зайти и зарегистрироваться на нем через имейл нашей компании и получать доступ к мембершип-эре через этот имейл. Но для API-ключа нужен совершенно иной аккаунт. И вот это некая сложность. Но я чуть позже хотел рассказать, как эту сложность можно решить. Но также CD-диск сейчас думает над тем, чтобы сделать фремиум-модель, то есть бесплатную модель. Я очень надеюсь, что они это все-таки сделают, и мы сможем использовать API без ключа. Ну и также стоит заметить, что CD-диск, он вообще очень friendly to open-source developers. То есть, например, если вы разрабатываете какой-то инструмент, использующий CD-диск лебри API, и это open-source инструмент, то вы можете бесплатно просто так получить доступ к CD-диск лебри API и разрабатывать его. Окей, значит, теперь я хотел рассказать пару вещей по поводу инструментов для работы CD-диск лебри. Ну, давайте очень коротко. Смотрите, я, например, сделал несколько инструментов на основе JS, JavaScript. И в первую очередь работать напрямую CD-диск лебри не так удобно. Хотя она и machine readable, но, в общем, запрос к эндпойнту. CD-диск лебри — это RESTful API, и поэтому у нее есть набор эндпойнтов. Там огромнейшее количество эндпойнтов, я думаю, за миллион, к которым вы можете обращаться и получать ответы. Вот на слайде я здесь представил ответ на эндпойнт, который соответствует просто перемене USubJID из-за DSL.set. И то это не все. То есть я тут скрыл какие-то части не слишком важные. То есть вы видите, вы можете получить лейбл, описание, вы можете получить связь с кодлистами, связь с структурами, в которых содержится эта переменная и так далее. Работать с этим можно, но не так удобно. Поэтому я сделал вот такую вещь, как ClowRapper. То есть это некая оболочка для API, которая позволяет вам подсоединяться к лейблере и работать с ней уже более удобным образом. То есть, например, вот таким образом можно получить запрос, можно получить Vital Science Dataset и обращаться к переменам этого датсета и работать с ними. Это JS library. То есть если вы работаете в SAS, вам надо сделать какую-то свою библиотеку. Насколько я знаю, сейчас раперов для SAS, для ARP пока еще нет, но я почти уверен, что они появятся. И в скором будущем мы сможем более эффективно работать с этой CDS library API. И последнее, что я хотел показать, это инструменты. Помните, я сказал, что одна из проблем – это доступ. Это доступ к CDS library. Несмотря на то, что ваша компания имеет доступ, вы можете не иметь тот самый ключ. И, соответственно, вот одно из решений такой проблемы – это библиотека Clamiru, которая, как и прошлая, кстати, библиотека, они все MIT, то есть они доступны, это open source библиотеки, они доступны на GitHub. Она позволяет внутри вашей организации получить доступ к CDS library абсолютно всем сотрудникам без пароля. Более того, она имеет некие настройки, которые сильно упрощают жизнь и позволяют работать с CDS library куда быстрее. Например, CDS library ограничивает ваш трафик. У вас есть только 2 гигабайта каждый месяц бесплатный, хотя каждый следующий мегабайт очень дешевый, если я не ошибаюсь, там либо доллар, либо 5 долларов. И, в принципе, это не так необходимо. Вот эта библиотека Miro позволяет вам кэшировать ответы. Если вы запросили, например, SZM IG 3.3 однажды, то во второй раз вам не нужно запрашивать его из CDS library, так как он не поменяется. Он не поменяется даже со временем. Поэтому можно спокойно использовать кэш. И смысл этой библиотеки в том, что каждый сотрудник делает запрос к серверу, на котором стоит вот этот кламиру. Вначале проверяется кэш. Если кэша нет, то идет запрос уже с API-ключом на CDS library. И потом записывается в кэш, если нужно, и возвращается человеку внутри вашей организации. Ну вот таким образом можно всем иметь доступ к CDS library внутри организации без каких-либо проблем. Вот библиотека очень-очень простая. И да, описание есть на GitHub. Потом есть Data Standards браузер. То есть это браузер, который разрабатывает сам CDS. Вот я тут хотел его показать. То есть это просто вы можете получать доступ к информации о переменных внутри браузера. Ну, все просто, все достаточно легко. Тут можно даже найти некие связи. То есть, бог ты мой, какую переменную-то найти с кодлистом. Я так сходу не найду. В общем, смысл в том, что он позволяет вам браузить по всем стандартам CDS, включая терминологию и даже драфтовые стандарты тут. Он разрабатывается CDS, поэтому все, что самое новое, появляется в CDS library, вы, скорее всего, увидите в Data Standards браузере. А потом вот Visual Defining Small Editor, он тоже позволяет работать в CDS library. Он даже имплементирует не только браузинг. То есть вы можете браузить по CDS library просто таким образом. То есть, в принципе, в некотором смысле аналогично с тем, как вы это делаете в CDS-комском браузере. Но он имеет другой вид. И это, кстати, тоже хорошо. Потому что если с обычными стандартов у нас есть PDF и все, у нас нет никаких вариантов смотреть их иначе, то CDS library API позволяет строить совершенно разнообразные приложения для просмотра стандартов и для работы с ними. Ну, да, собственно говоря, если мы откроем, то мы можем точно так же увидеть, какой там смотрел датасет-то, я не помню уже, CO, я смотрел CO. Ну, хорошо. В общем, комменты можно посмотреть. Вот видите, немножко иной вид, но, в принципе, информация та же самая. И вы даже можете получить, например, вот видно, какой кодлист. То есть автоматом сразу получить доступ к кодлисту используемой переменной. Хорошо. У нас… Да, наверное, уже я постараюсь побыстрее закончить, потому что я знаю, мы немножко превысили время нашего митинга. Так, я вам показал Define Editor. Ах, да, я хотел показать, что вот как раз можно использовать CDS library не только в качестве браузера, но и в качестве источника метаданных. То есть, например, если вы разрабатываете какой-то стандарт, то Editor позволяет вам добавлять информацию прямо из CDS library. То есть, вот вы можете прям брать и, ну, не только из Emage, но конкретно здесь там из Emage, добавлять какие-то переменные, которых у вас нету, выбирать там тип. Есть некие отличия, есть некие вещи, которые требуют, так скажем, кастомизации, когда вы добавляете стандарты, да. Но в то же время вы можете вот просто брать, добавлять, и информация будет приходить в ваш спект прямо из CDS library. Вот. Хорошо, да. То есть, Define Editor – это тоже open-source tool, поэтому он доступен. Если у вас есть API-ки, вы можете спокойно попробовать работу с CDS library через этот editor. Окей. Следующее – это то, что я совсем недавно показывал на техниконе CDSK-овском. Это мобильное приложение для просмотра CDSK-лайберы. И, ну, смысл прост. Смысл в том, что вы можете просто брать и смотреть CDSK-стандарты через ваше мобильное приложение. В принципе, оно работает как на Android, так и на iOS. Единственное, если я, надеюсь, все-таки соберусь и добавлю в Android, Google Play, то в App Market или, как он называется, App Store я его вряд ли добавлю. Но вы точно так же можете его поставить на Apple. Бог тому, не на Apple, а на iOS. Для этого вам надо зайти на сайт Define Editor. Ссылка будет, наверное, где-то там показана в этой презентации. Вот она, даже внизу есть. Зайти по вот этому адресу define-editor.com.mobile.br И он уже откроет этот браузер. То есть он все еще требует API-кей, к сожалению. Хотя контрольную технологию вы можете смотреть без API-кей. Так как контрольная технология, я все-таки сделал так, что можно из сайта NCI получать всю эту информацию. Но смысл в том, что если вы хотите добавить его как приложение, то вам надо выбрать эту опцию Add to Home Screen. На самом деле, я даже думаю, что это будет выглядеть как install, если вы это делаете у себя. Ну да, да. То есть после этого у вас появится приложение, и вы уже можете работать с этим приложением просто как с обычным приложением в iOS или на Android. Он предоставляет возможность просто смотреть всю ту же самую информацию через мобильное приложение. То есть вот такие вот вещи. Хорошо. Так, наверное, я закончил со своей стремительной презентацией. И давайте перейдем к последней части, к вопросам. И я передаю слово Ольге. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Действительно, эксперт по статистическому программированию у нас. И прекрасно осветили тему своего доклада. Как вы видите, мы перешли немножечко за рамки нашего времени, чему я, если честно, очень рада, потому что получился очень интересный информативный доклад. Спасибо большое, Денис. Спасибо большое, Дмитрий. Всем участникам, которые все еще с нами на связи. Хочу напомнить о том, что все вопросы мы точно не успеем сегодня озвучить и ответить, но вы получите запись, и мы будем отвечать уже вам в имейлах. Сейчас я вот вижу, не знаю, как Денис, Дмитрий, видите ли вы. Я вижу первый вопрос, готова его прочитать. Так, добрый день, Денис. Огромное спасибо за презентацию. Два вопроса. Проходил ли ваш пакет валидации аудит международного регулятора? И второй, использовали ли вы ГАМП-5 документы URS, FS, DS для проведения валидации? Посмотрите, кому удобнее. Я вижу, я могу ответить. Забирайте, Денис. Ага, спасибо. Ну, первый пункт, проходил ли аудит международного регулятора? Нет, не проходил. Но вся вот эта вот конструкция, о которой я говорил, она была высокоуровневая, поэтому могло звучать несколько размыто. Но фактически у нас, у Paracel, как у компании, есть quality SOP, есть SOP, относящиеся к статопрограммированию. И все, что мы делали, оно было сделано по нашим процессам. Поэтому в этом смысле оно audit-rated. То есть если говорить про, типа, готовы ли мы к аудиту, ну, готовы. Использовали ли вы ГАМП-5 документы для проведения валидации? Лично я в явном виде нет, но, как я тоже говорил во время презентации, вся вот эта вот конструкция, она должна увлекать разного сорта специалистов. В частности, там обязательно должен быть кто-то из quality департмента. Вот. В нашем случае у нас был просто очень крутой человек из QM, который очень много помог с раскладыванием этого по полочкам, что здорово. То есть у каждого есть некая функциональная роль и специальность, и вот та часть, в которой он понимает. И один человек просто вот взять и весь процесс разложить по полкам, и его сделать просто физически не сможет, потому что там надо понимать в quality как раз стандартах и документов с точки зрения разных регуляторов их много. Поэтому нужен кто-то, кто разбирается в процессах. Более того, вот эти процессы, они как-то уже описаны на уровне вашей компании, потому что раз у вас есть стат программирования, значит, у вас есть завалидированный какой-то язык. Наверное, это SaaS. Поэтому в каком-то виде у вас эти процессы есть, и нужен кто-то, кто поможет провести вас через весь этот путь. И вы должны, условно, если вы представляете стат программирования, быть специалистом, который отвечает на, как это используется, какие риски могут быть, с какими компонентами взаимодействовать. Поэтому длинный ответ на короткий вопрос. В явном виде я эти документы не использовал, но у нас был очень классный человек от Quality, который закрывал всю вот часть, связанную с QM, и почему вот эта вся конструкция может считаться валидированной, которая в итоге получилась. Вот это вот ответ на вопрос. Спасибо. Спасибо. Также вижу такой еще вопрос. Насколько хватает пакета трафика 2 гигабайта при активном использовании CD-диск-лайбрари? Дмитрий, Денис, мне кажется, Дмитрий к вам, да? Да, это ко мне просто. Но смысл в том, что этого пакета более чем достаточно. То есть, во-первых, если вы используете кэш, то вы 100% покрываете этим пакетом все необходимые требования, и тысячи человек мог спокойно работать с лайбрари, но даже если вы не используете кэш, а люди просто обращаются, то вероятность, что там 100 человек израсходуют эти 2 гигабайта, она не так велика, так как каждый стандарт, он, наверное, там весит максимум по 2 мегабайта, может быть, 3-4, а в основном это меньше. И, в принципе, опять же, как я уже говорил, каждый дополнительный гигабайт, он стоит копейки. То есть это просто там либо 1, либо 5 долларов, я просто не помню сумму. И по нашему опыту мы никогда не превышали этот порог. То есть, скорее всего, проблем не будет. Но вот C-диск так почему-то организовал это, я просто думаю, потому что они это делают на серверах, у которых исходящий трафик платный. И если вы там скачаете пару терабайт, то C-диск, возможно, будет платить большие деньги. Но скачать пару терабайт – это крайне сложно. Спасибо. И еще один вопрос по поводу библиотек. Это безопасно ли использовать свой C-диск-лайбри API ключ в этих приложениях? Мне кажется, Дмитрий, снова к вам. Да, да, да. Ну, смысл… Смотрите, во-первых, ключ использовать в C-диск-лайбри API Data Standards Browser – это совершенно безопасно, потому что это браузер, разработанный C-диском. Использовать ключ в приложениях, которые другие, я показал. Ну, я их сделал, поэтому если я бы пытался у вас украсить ключ, я не знаю, зачем мне это, так как у меня есть несколько ключей. У меня есть ключ по Excel, у меня есть ключ как у пенсора девелопера. И также весь этот код, он открытый, он доступен. Вы можете посмотреть, что там нет никаких попыток что-то сделать с вашим ключом. Да, это безопасно, его можно использовать. Спасибо. Сколько времени может занять валидация и разработка процессов? Это к КР, наверное, да, относится. Если к КР, то я могу. Да, я думаю, к вам, Денис. Ну, сильно, наверное, зависит от того, кто это делает, насколько они доступны. Поэтому если достаточно опыта в группе и все доступны столько, сколько нужно, то, наверное, это какие-то единицы месяцев будут. Почти наверняка по пути будут возникать вопросы, на которые нет ответов. Поэтому, наверное, это будет больше месяцов, чем вы планировали изначально. Если возникают узкие места, кто-то выпадает из процесса, что-то организовано неэффективно, то это вполне могут быть какие-то года. Поэтому в целом важно, мне кажется, начинать с планирования и понимать, насколько время критично, насколько у вас есть доступные люди из разных функций. И важно строить процесс атеративно, потому что если нацелено это будет все на какую-то сразу очень сложную версию, которая вроде как называется 1.0, а по факту это версия 4.0, в которой уже все-все-все есть, вы ее никогда не выпустите. Такой тоже немножко длинный ответ на короткий вопрос. Так, еще. На самом деле вопросов много. Давайте я вот просто в случайном порядке выберу два, и на этом мы закончим. Ну вот на свой, я не знаю. Можно ли использовать одни и те же пакеты с двух сторон при двойном программировании? Денис, мне кажется, к вам. Ну, тут, наверное... Важно сказать, какого качества эти пакеты, являются они валидированными, опять, чтобы это не означало с точки зрения вас или нет. Наверное, у вас в компании есть процессы, которые регулируют SAS, и аналогия, наверное, свойства быть валидированным или не валидированным для R-пакетов, она такая же примерно, как для SAS-макросов. Поэтому, если по вашим процессам можно использовать одни и те же макросы, которые валидированы, чтобы это не означало с двух сторон, то, наверное, можно то же самое делать и для R. Если по процессам вашей компании нельзя это делать, то, наверное, вы это не сможете делать и для R. Но с точки зрения просто каких-то общих соображений, если вы можете использовать R как инструмент с двух сторон, и он валидированный, если вы можете сказать вот это валидированное в том же смысле, что и для R, то есть для тех пакетов, которые вы хотите использовать с двух сторон, то глобально каких-то причин, мешающих этому, наверное, нет. То есть этого можно добиться. Вопрос в том, как вы понимаете слово валидированный, и в том, что вы, наверное, если начнете это делать, это будет не в вакууме, а в какой-то точке. Поэтому в идеальном мире, да, по факту зависит тоже от ситуации, в которой вы находитесь. Спасибо. Давайте последний вопрос. Я тогда сейчас выберу. Как валидировать статистические методы в R-пакетах? Тоже мне, да. Ну, провалидировать статистические методы в R-пакетах – это, наверное, самое непонятное, что вообще во всей этой цепочке есть, потому что если говорить про валидацию, то она упирается в то, что вам надо оценить риски, что что-то будет работать неправильно, и как-то эти риски убрать. Поэтому фактически валидация в каком-то смысле сводится к тому, что вам надо провести оценку рисков и дальше провести тестирование, что вот ваш рисков фактически нет, что все работает правильно. Для стат-методов это сделать, наверное, сложно, потому что если вы подумаете даже просто про линейную регрессию, как некий черный ящик, то не очень понятно, сколько тестов надо сделать, чтобы убедиться, что работает она правильно. В этом смысле, мне кажется, это от какого-то четкого процесса скорее ближе к некой магии, как провести вот это тестирование. То есть минимум там точно нужно ревьюить код и документацию, нужно определить кейсы, для которых вы будете использовать, но в случае, когда, к примеру, вы тестируете архивирование или копирование файлов, то это более понятная и предсказуемая вещь, чем какой-нибудь стат-метод, потому что там возникают всякие странные пограничные случаи с данными, которые вы как бы не можете оттестировать все. Поэтому со стат-методами, наверное, проще использовать подход с двойным программированием, когда просто независимо реализуются два метода, один из которых может быть невалидированным из пакета, а второй должен быть валидированным, написанным в смысле использовать валидированные средства и написан независимо без использования этого пакета, только по документации или по статье метода. В целом можно это обернуть в достаточное количество юнит-кейсов, но вот тут возникает как раз магия программирования, что непонятно, как определить достаточное. Поэтому нужно привлекать, если вы хотите именно завалидировать, то статистиков и программистов, и определить некие достаточные условия, которые скажут, что все, теперь можно считать, что метод работает правильно всегда. Вот, наверное, это ответ. Спасибо большое. Я думаю, что на этом мы завершим нашу сессию вопросов и ответов и закончим встречу. Спасибо всем за то, что уделили нам время сегодня. Я хочу еще раз сказать о том, что записи, наши контактные данные вам будут отправлены в имейле. Вы обращайтесь, пожалуйста, с любыми дополнительными вопросами, а также в индивидуальном порядке мы будем отвечать на те вопросы, на которые мы не успели вам ответить. Мы их видим все в чате, мы вам ответим. Еще раз спасибо. Всем хорошего вечера и продолжения рабочей недели. Спасибо. Спасибо, Ольга. Спасибо, Дима.